всем привет сегодня мы выбираем термобелье термобелье в первую очередь функциональный базовый слой который отводит лишнюю влагу от тела тем самым это не просто тепло а тепло и комфортно так как же его выбирать здесь мы задаемся вопросом где и при каких условиях мы его будем использовать нам нужно знать температуру за бортом интенсивность нагрузки и индивидуальные особенности собственного организма ведь одним постоянно жарко а у других ладошки ледяные мы говорим про функциональное термобелье самая важная его задача это максимально сохранить тепло отвести влагу и испарить ее наружу самое важное чем должно отличаться ваше термобелье это отведением влаги максимально сохранением тепла при этом не перегревая организм максимально комфортный крой потому что это активные нагрузки плоские швы и удобная посадка и очень большое значение имеет гигиенические свойства термобелья давайте посмотрим какие бывают особенности для термобелья очень важен комфортный крой для удобной посадки по телу потому что в любой активности вам нужно чтобы термобелье не стесняло ваших движений и при этом не складывалась складках под внешней одеждой под технологичностью термобелья понимает плотность ткани особые свойства плетения волокон и внешняя обработка ткани влага от тела по волокнам равномерно распределяется на внешний слой термобелья что ускоряет испарение влаги из ткани гладкие ткани и ткани более плотные текстуры работают по-разному в жаркую погоду мы берем тонкое влагоотводящие термобелье когда холодно более толстое теплое когда нам нужно быстро испарять и одновременно отводить избыточную влагу мы берем сложную гридовую вафельную структуру важно выбирать термобелье от условия использования нужно выбрать то которое подходит именно вам особенно важно понять как она сядет именно поэтому в компании сплав на каждый размер 2 ростовки термобелья про состав ткани классика это синтетика синтетика быстро сохнет и практически не подвержена деформации все ткани термобелья в компании сплав проходят специальные испытания в собственных лабораториях а наши технологии конструкторы разрабатывают специальный крой для любых активностей швы термобелья обязательно должны быть плоскими и аккуратными с обеих сторон более продвинутые современные технологии увеличивают и комфорт и набор функционала например термобелье grid самый универсальный вариант особая ячейская структура позволяет быстро отводить влагу от тела испарять но при этом ворс сохраняет необходимое вам тепло либо вы выбираете более специализированные модели подходя под нужную активность и нужное время года так как основная задача термобелья обеспечить сухость тела не менее важно какая одежда надета поверх вашего термобелья при интенсивных нагрузках в холодное время особенно бег или подъем в гору рекомендуется максимально дышащие верхние слои это primaloft и soft shell для максимального отведения влаги во внешнюю среду а при умеренных активностях например спуск вниз или прогулки подходит мембранная ткань которая и дышит и отводит влагу но при этом защищает вас от воздействия внешней среды если кратко grid для зимы и межсезонного актива а самое теплое термобелье это power stretch идеально подходит для горнолыжки и зимних походов попроще и потеплее линейка термобелья арктик а на жаркую погоду максимально быстро сохнущая energy rose и motion а для повседневные носки в городе можете просто выбрать то что понравится например линейка пульс барн если вы выбираете термобелье для сна в спальнике важно ориентироваться и на температурный режим спальника и на наличие теплого коврика на функциональность палатки что поможет вам обеспечить и сухость тела и гигиеническая составляющая сна например если температура не опускается ниже ноля у вас достаточно комфортная палатка надувной коврик и теплый спальник вам хватит самого простого тонкого термобелья для поддержания комфортных условий вашего сна если вы спите палатки в зимнем походе то рекомендуется конечно выбрать термобелье потолще если мы говорим о многодневном режиме использование термобелья со средней степенью нагрузок то хорошо подойдет комбинированное термобелье с использованием высококачественной шерсти мериноса это особенный вид овечек из новой зеландии волокна шерсти выполняет функцию микромассажа кожи при этом усиливая работу капилляров согревая тело не раздражая кожу а волокна шерсти мерино имеют особую полую структуру позволяя некоторому количеству влаги задерживаться в них постепенно испаряя наружу таким образом термобелье из шерсти мерино имеет функцию при намокании согревать тело а его гигиенические особенные свойства поглощает запах пота делают термобелье из мериноса незаменимым при длительных экспедиций плохой погоды в путешествиях не бывает бывает неправильно подобранная экипировка тут важно смотреть не только на рекомендации вашего горячего друга а и на собственное ощущение я например мерзлявая и ношу два слоя термобелье тонкое толстая так какие должны быть ощущения во первых ваша спина должна оставаться сухой мокрые пятна под тяжелым рюкзаком при его снятии должны быстро высыхать термобелье не стесняет движений и не сваливается складками термобелье это тот базовый неснимаемый слой одежды а всю терморегуляцию вы можете выполнить путем комбинирования внешних слоев одежды хороших вам активностей и комфортных путешествий но все пока